Это треть не первый за последние два месяца. И, видимо, не последняя окружная администрация ситуацию с вывозом мусора мониторит ежедневно. В числе сигналов лидируют звонки от жителей частного сектора и садоводств. Коровья голова у нас коров не держит, держит северную. Последняя капля, честно, была. Мы и так идем навстречу, что когда-то какой-то бытовой мусор, ну ладно, маленько. Но когда просто поверх поставили голову коровью, ну извините, у меня тот-то убирается на мусорке, она говорит, извините, мне плохо стало. Это жители садоводства «Нефтяник». На их площадку для сбора мусора отходы привозят с соседних территорий, например, из микрорайона «Северный». Там оборудованных площадок нет, контейнеров тоже. Вот и приходится мусорить у соседей. Не всё хорошо складывается и в диалоге с рекоператором. Садоводы не могут согласовать график вывоза мусора. Это вроде как общественная организация, да, СНТ же, товарищество, с вами единый договор. Когда все жители микрорайона «Северный» будут понимать, что у них есть договор, я думаю, что мы рассматривали, Сергей Анатольевич, и по пакетный сбор. То есть рекоператор нам, в принципе, не отказывает, в том числе, рассмотрение пакетного сбора. Стоит отметить, что изначально региональный оператор был против по пакетного сбора мусора на территории садовод. Однако, оценив ситуацию, уже сейчас готов пойти на компромисс. Основная задача перевозчика – установить площадки и контейнер, которых на сегодняшний день не хватает. Да, нехватка контейнеров по площадкам, которые сейчас стали особенно ближе к старому участку города, носит частный сектор. И дополнение оставить будем контейнеров. Да, у нас графики нормализуются. Поправляем графики вывоза, чтобы везде успеть собрать вовремя. В ближайшее время ещё предстоит отработать схему вывоза твёрдых коммунальных отходов с территории торговых центров. Это тоже на сегодняшний день слабое место в мусорной реформе. Предприниматели уверены, что тарифы для них слишком высокие. Мэру округа уже не раз приходилось выслушивать подобные жалобы. Впрочем, есть возможность обсудить все вопросы. Для этого Сергей Петров организовал расширенное совещание. Будем держать руку на пульсе. Ирина Шавлюк, Дмитрий Новопашин, Местное время.